В интернете он случайно натыкается на новость о возвращении Господа. Читая слова всемогущего Бога, он узнает голос Господа и находит путь в Царство Небесное. Однако религиозные пасторы и члены семьи осуждают, угрожают, притесняют и беспокоят его. Как он опирается на Бога и преодолевает препятствия, столкнувшись с этой травлей? Услышав эти слова пастора, я испытал давление. Смогу ли я выстоять на допросе Высшего Совета Церкви при нападках людей? Не исключат ли меня из колледжа из-за веры во всемогущего Бога? Попросит ли всех верующих отвергнуть меня? Думая об этом, я волновался, поэтому помолился Богу, прося вести меня и помочь быть твердым в свидетельстве. Аминь. Я прочел два отрывка из Божьего слова. Послушаете? Хорошо. Хорошо. Бог говорит, «Вы должны бодрствовать и быть наготове, и больше молиться предо Мною, распознавать различные заговоры и хитрые козни сатаны, знать духов, знать людей и уметь различать все типы людей, событий и вещей. Сатана всегда присутствует в сердцах людей, пожирая знания обо Мне, скрижещет зубами и выпускает когти в предсмертных судорогах. Хотите ли Вы пасть жертвой Его лукавых уловок в этот раз? Желаете ли Вы разрушить свою жизнь в тот момент, когда Моя работа наконец завершена? Аминь. Из Божьего слова я понял, все происходящее было кознями сатаны. Он хотел помешать мне следовать за Богом. Я плохо понимал истину, духовный рост был мал, но я был готов положиться на Бога, чтобы посрамить сатану. Поэтому я сказал им, я продолжу следовать за всемогущим Богом. Родители рассердились на меня за ослушание. Отец закричал на меня, «Да как ты смеешь? Поклянись пастору перестать верить во всемогущего Бога!» Пастор пригрозил, «Если через неделю я не откажусь от собраний, меня отведут в высший совет на допрос». На тебя сильно давили? Угу, да. Но я не испытывал сожаления, ведь я хорошо знал, что это правильный выбор. Угу. До принятия работы всемогущего Бога в последние дни я верил в Бога, но не знал, что требуется для вхождения в Царство Небесное. Мой разум был полон фантазий, а иногда я был в полном замешательстве, не зная, войду ли в Царство со своими грехами. Теперь я наконец понял, лишь работа суда всемогущего Бога устранит нашу греховную природу. И тогда мы избавимся от греха, обретем спасение и войдем в Царство Божье. Да. Слова всемогущего Бога дали мне ясно увидеть этот злой мир и также понять, как сатана развращает человечество. Без слов всемогущего Бога я бы следовал философским идеям сатаны, не знал бы, как избавиться от развращенности. Верно. Поэтому, как бы мне не мешали, я бы не отрекся от всемогущего Бога. Слава Богу. Пастор увидел, что я не намерен сдаваться, и в гневе ушел. Родители также были рассержены моим отказом и в ярости сказали, «Ты посмел отвергнуть пастора и сделать то, что запрещено церковью. По обычаю, тебя надо изгнать из деревни. Если жители отвергнут тебя, когда тебе понадобится справка, староста деревни ее не подпишет, ты не найдешь работу, ты задумывался о последствиях. Куда ты пойдешь? Ты просто студент. Тебе негде жить, ты безработный. Как ты будешь жить?» Мой отец добавил, что ему стыдно за такого сына, как я, что я навлек на них большой позор, и такой сын ему не нужен. Я никогда не слышал, чтобы отец так ругался. Он сказал, что я ему больше не сын. Я не мог поверить в слова родителей. Я был расстроен и не ответил. Мой отец продолжил, повторяю еще раз, «Будешь верить во всемогущего Бога, вернешь все деньги, что я на тебя потратил». О, и он сказал это при жителях деревни? Угу, да. Тогда я был очень унижен и очень расстроен. Раньше родители из десяти детей больше всех любили меня и на меня возлагали свои надежды и не говорили таких безжалостных слов. Но теперь их отношение изменилось. Мне не хватало доброты родителей. Я не хотел конфликта. Чувствовал себя слабым и не знал, что делать дальше. Поэтому я помолился, прося Бога помочь мне с этой ситуацией. Угу. Вспомнил слова всемогущего Бога. Прочитаем. Угу. Хорошо. Бог говорит, «Ты должен проходить через трудности, отдать себя истине, терпеть унижения ради истины, и чтобы приобрести больше истины, ты должен перенести больше страданий. Это ты должен делать. Ты не должен отвергать истину ради тихой семейной жизни и не должен терять достоинство и личность ради мимолетного удовольствия. Ты должен стремиться ко всему, что прекрасно и хорошо, и искать более значимую стезю в жизни. Ведя заурядную жизнь и не преследуя каких-либо целей, не тратишь ли ты жизнь зря? Что ты приобретешь? Ты должен отказаться от удовольствия плоти ради одной истины, а не отвергать все истины ради маленького удовольствия. Такие люди не имеют личности и достоинства, и смысла существования. Аминь. Аминь. Божье слово вдохновило меня. Я понял, что должен страдать за истину, хотя родные были против меня, пастор мешал мне, жители деревни осуждали, и я чувствовал себя измученным и слабым, но я бы ни за что не отказался следовать за всемогущим Богом. Читая Божьи слова и посещая собрания, я понял многие истины и уже знал сердцем, что Он – возвратившийся Господь Иисус, Христос последних дней. Поэтому я был тверд. Аминь. Я знал, что если откажусь от собраний, то все тут же успокоится. Родные перестанут злиться и будут добры ко мне, как прежде, и никто не будет смеяться надо мной. Но я потеряю шанс обрести истину и Божье спасение. Да. Я же не мог отказаться от истины и предать Бога только из-за отношения родных. Верно. Слово всемогущего Бога – истина. Я не отказался бы от веры в Бога. Аминь. А потом пастор отвел тебя на допрос в высший совет? Нет. Однако на следующей неделе два его соработника каждый вечер приходили к нам домой. пытались заставить меня перестать посещать собрания. Но, что бы они ни говорили, я их посещал. В те дни я часто молился Богу, прося успокоить меня и оградить от тревог. Позже мой дядя испугался, что мою семью будут высмеивать, и обсудил новую стратегию с пастором. Они отвели меня к одному теологу, который был доктором богословия и знал Библию. Когда мы встретились, богослов допросил меня. Он сказал, почему ты в это веришь? Ты понимаешь, что всемогущий Бог – обычный человек? Почему веришь в человека? Я ответил, всемогущий Бог – воплощение Бога. Он выглядит, как обычный человек, но в Нем есть Божий Дух. Он – воплощение Божьего Духа с нормальной человечностью и совершенной божественностью. И Господь Иисус казался человеком, но был воплощенным Сыном Человеческим, самим Богом. Он выражал истину и совершал работу искупления и спасения. Аминь. Аминь. Всемогущий Бог пришел в последние дни и выразил истины о Божьем плане управления, тайне воплощения, о совершении суда в последние дни, чтобы очистить и спасти людей. Он открыл различные тайны истины, а также первопричины людского греха. Может ли обычный человек выразить столько истин? Ни один известный великий человек не может так. Эти истины может выразить лишь Сам Бог. Никто, кроме Бога, не может. Все истины, выраженные всемогущим Богом, доказывают, что Он есть воплощенный Бог, Сам Бог. Аминь. После этих слов доктор богословия прервал меня и сказал, «Ты ошибаешься. Все Божьи слова в Библии, и в ней ее не может быть новых слов. Слова всемогущего Бога просто не могут ими быть». Возражая, я сказал, «Есть ли на это библейское основание в словах Господа Иисуса?» Господь Иисус сказал, «Еще многое имею сказать вам, но вы не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину». Библия предрекает, «Агнец последних дней откроет свиток». Значит, Бог будет говорить, когда вернется в последние дни. Говоря, что Бог не произносит новых слов вне Библии, не отрицаете ли вы слова и дела возвращения Господа? Именно. Как богослов отреагировал на эти слова? В тот момент он даже не слушал. Он лишь осуждал всемогущего Бога и просил прекратить слушать восточную молнию. Хвастался высокой степенью в богословии и говорил, как он страдал, проповедуя во имя Господа. Сказал, что я юный, не понимаю Библию, должен слушаться и не встречаться с людьми из церкви всемогущего Бога. И мой дядя тоже сказал, нельзя верить в то, что осуждает религия. И еще, этот теолог известен библейскими знаниями, и тебе повезло, что ты поговорил с ним. Надеюсь, ты перестанешь ходить на собрания. Я ответил, «Раньше меня смущало, что я живу во грехе. Я не понимал, как от него избавиться, пока не прочитал слова всемогущего Бога. Все дело в греховной природе внутри нас. Если она не будет устранена, мы не освободимся от рабства греха». Я свидетельствовал им об истине воплощения. После моих слов, Богослов сказал, что его вдохновила моя речь, что это было полезно, и он хочет к этому вернуться, но продолжал запрещать принимать всемогущего Бога. Он признал, что ты прав, но не принял истину? Да. Я увидел, что хотя Богослов был знаком с Библией, обладал большими знаниями и хорошей репутацией, он был духовно беден и не понимал истины. Да. Он был заносчив, не принимал истину и не хотел исследовать Божью работу в последние дни. Как фарисеи, что противились Господу Иисусу, он осуждал работу всемогущего Бога. Этот разговор не отвратил меня от всемогущего Бога. Напротив, Он дал мне проницательность в отношении этих пасторов и богословов. Я перестал уважать их. А чтение Божьего Слова и посещение собраний дали мне представление о религиозных заблуждениях. Я еще больше поверил, что Слово всемогущего Бога – истина, что Он – проявление единого истинного Бога. Слава Богу! Позже, на одном из собраний, я рассказал братьям и сестрам о недавних обстоятельствах, и они поделились Божьими словами, дав проницательность в отношении ложных пастырей и антихристов в религиозном мире. Угу. Господь сказал, Аминь. Да, это правда. Так порочны, что сами не могут войти и мешают другим. Позже мне прочли отрывки и слов всемогущего Бога. Давайте посмотрим видео. Отлично. 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 Есть такие, кто читает Библию в величественных церквях и декламирует её день напролёт. Однако ни один из них не понимает цели Божьего труда. Ни один не способен познать Бога. Более того, ни один не находится в согласии с Божьей волей. Они все бесполезные, отвратительные люди, каждый из которых свысока читает нотации Богу. Они сознательно противостоят Богу, даже когда несут Его знамя. Заявляя о вере в Бога, они по-прежнему едят плоть и пьют кровь человека. Все подобные люди – это дьяволы, которые пожирают человеческую душу. Это главари бесов, которые нарочно препятствуют тем, кто пытается встать на правильный путь, и камни преткновения, затрудняющие путь тех, кто ищет Бога. Они могут производить впечатление крепких сложением, но как их последователи могут узнать, что они являются ничем иным, как антихристами, которые заводят человека в противостояние с Богом. Как их последователям узнать, что это дьяволы воплоти, посвятившие себя пожиранию человеческих душ? Взгляни на лидеров каждой динаминации. Все они высокомерны и самодовольны, а их толкования Библии лишены контекста и вдохновлены их собственными представлениями и фантазиями. Чтобы выполнять свою работу, все они полагаются на свою одаренность и образованность. Если бы они вообще не могли проповедовать, разве люди последовали бы за ними? Как-никак они обладают некоторыми знаниями, могут проповедовать о какой-то доктрине и знают, как убедить в своей правоте других и использовать некоторые ухищрения. Этим они и пользуются, чтобы обманывать людей и приводить их к себе. Формально такие люди верят в Бога, но в действительности они следуют за своими лидерами. Когда они сталкиваются с теми, кто проповедует истинный путь, некоторые из них говорят, мы должны посоветоваться со своим лидером по поводу нашей веры в Бога. Посмотрите, как люди, веруя в Бога и принимая истинный путь, все еще нуждаются в согласии и одобрении других. Разве это не проблема? Кем в таком случае стали эти лидеры? Разве не стали они фарисеями и фальшивыми пастырями, антихристами и камнями преткновения в принятии людьми истинного пути? Подобные люди – это люди того же типа, что и Павел. Аминь. Бог раскрывает ненависть к истине и противлению Богу религиозных лидеров. Верно. Всемогущий Бог явил и выразил столько истин, но они совсем не ищут. Вместо того, чтобы слушать голос Бога, они слушают атеистическую компартию, осуждают труд всемогущего Бога и лгут, чтобы помешать верующим услышать голос Бога и встретить Его, но губя наш шанс спастись и войти в Царство Небесное. Это правда. Хотя эти пасторы и лидеры часто растолковывают Библию прихожанам, они не имеют представления о Боге и Его работе. Верно. В них нет страха перед Богом. Их сущность та же, что и у фарисеев. Они антихристы, противящиеся Богу. Да. Я вспомнил, как верующие иудеи слепо поклонялись религиозным лидерам, как шли за фарисеями, противились Господу и лишились спасения. Мои родители также поклонялись пасторам. Они давно верили в Господа, но не впускали Его в сердце. Они не понимали истины. Они думали, что те, кто повинуется пасторам, повинуются Господу и идут за Ним. Они слушали все, что говорили старейшины. В важном вопросе о встрече Господа у них совсем не было проницательности. Они отвергали Мое свидетельство о всемогущем Боге и повторяли слова пастора и богослова, осуждая Его. Они сказали, пусть это истинный путь, мы не примем Его, пока этого не сделает пастор. Они были сбиты с толку пастором. Верно. Да. Мне было жалко смотреть на них. Разве они верили в Господа или же в пасторов и старейшин? Да. Я сказал родителям, «Куда вас приведет этот путь?» Я обрел некую проницательность и не был подвластен эмоциям, поэтому решил сохранять твердость. Слава Богу. Слава Богу. Родители следили за мной, что бы я ни делал. Я не мог посещать собрания дома. А, как же ты после этого их посещал? В то время мне приходилось ночью пробираться в небольшой лесок на окраине деревни. Там было много комаров и насекомых. Они меня сильно кусали, не давая возможности присесть. Иногда я оставался там до поздней ночи. Чтобы родители не узнали про собрание, я пробирался в дом и ложился спать, а утром вставал раньше, чем они, чтобы они думали, что я выспался. Днем я обычно помогал родителям в поле. Я очень быстро уставал и хотел спать. Это было крайне утомительно. Я начал ощущать слабость и не знал, когда все это закончится. Я думал иногда, что если бы я послушал родителей, то не страдал бы так. Соседи не смеялись бы, и я бы спокойно нашел работу. Думая об этом, я колебался. Но потом я подумал, что на каждой встрече могу понять истины, о которых я раньше не слышал. Я не хотел от них отказываться. В то время меня ободрял один гимн Божьего Слова. Я часто его слушал. Угу. Бог говорит, «На этом этапе работы в последние дни от нас требуется величайшая вера и любовь. Можно споткнуться от любой небрежности, ибо этот этап работы отличается от всех предыдущих. Бог совершенствует человеческую веру, которая невидима и неосязаема. Бог занимается тем, что преобразует слова в веру, преобразует их в любовь и преобразует их в жизнь. Переплавляет людей сотни раз, пока их вера не превзойдет веру Иова. Они должны претерпеть невероятное страдание и всевозможные муки, при этом так и не оставив Бога. Когда они будут послушны до смерти и обретут великую веру в Бога, и завершится этот этап Божьей работы». Аминь. 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 Мне было известно, что собрания полезны для моего понимания истины, а истина – бесценное сокровище. Хотя каждая ночная встреча в лесу была утомительной и трудной, это было для меня проверкой. Могу ли я страдать за истину, обладаю ли истинной верой? Да. Родители побуждали меня искать хорошую работу, мирскую славу и богатство, чтобы я обеспечивал семью, и они мной гордились. Именно этого они хотели и ожидали. Но если бы я не ходил на собрания, как они хотели, мне не пришлось бы так страдать, но я бы не обрел истину. Именно так. Я бы остался, как прежде, предаваясь бессмысленным развлечениям и радостям плоти. Я принял Божью работу последних дней и наслаждался подпиткой истины, и это было для меня благословением. Слава Богу. Те малые страдания были ничем по сравнению с пониманием истины. Аминь. Размышляя, я был готов отречься от плоти, и слова родных мне были безразличны. Я лишь надеялся все преодолеть, полагаясь на Бога. Аминь. Я читал слова всемогущего Бога, и мое состояние улучшалось. Постепенно я понял, что только в таких сложных условиях я мог усерднее искать Божью волю, а моя вера становилась тверже, за что я был благодарен Богу. Слава Богу. Позже я также ходил в лес на собрание, но однажды кто-то меня увидел, я даже не знаю, кто, и рассказал родным. Наутро за завтраком мать сказала, «Я думала, после встречи с богословом ты не ходишь туда. Я не знала, что по ночам ты ходишь в лес на собрание. Разве тебе не страшно?» Говоря это, она заплакала. Тогда я впервые увидел, как плачет мать. Я не знал, что сказать. Слезы наворачивались на глаза. Я не мог отказаться от всемогущего Бога, но не хотел обижать родителей. Это было похоже на сражение. Я вспомнил слова всемогущего Бога. Можно прочесть? Конечно. Вот здесь. Всемогущий Бог говорит. Делая свою работу, Бог заботится о человеке и опекает его. И когда он благоволит человеку, сатана не отстает, пытаясь обмануть и навредить. Если Бог желает обрести этого человека, сатана использует уловки с целью искусить, пресечь и затруднить Божью работу ради достижения тайной цели. Что же это за цель? Он желает, чтобы Бог никого не обрел. Всех, кого Бог желает обрести, Он хочет забрать, контролировать и подчинить себе, чтобы они поклонялись Ему, творили злые дела и противились Богу. Разве не таков зловещий мотив сатаны? Да. Воюя с Богом и следуя за Ним по пятам, сатана хочет разрушить всю работу, которую желает выполнить Бог, захватить всех, кого желает обрести Бог, контролировать и полностью уничтожить этих людей. А если не уничтожить, то использовать под своей властью. Вот какова его цель. Аминь. Аминь. Поразмыслив, я понял, Бог спасает людей, а сатана пытается помешать Ему и не дать людям следовать за Богом. Я вспомнил, как жена Иова искушала его отречься от Бога, это уловка сатаны. В то время мне мешали друзья, пасторы, родные, заставляли меня перестать верить в Бога. Это искушение сатаны. Да. Родные боялись, что меня выгонят из деревни, а мать говорила, что беспокоится. Казалось, будто она правда волнуется. На самом деле, сатана использовал моих родных, мешая мне. Хотел заставить меня сдаться, подчиниться пастору и лишиться Божьего спасения. Я не мог поддаться на уловки. С тех пор я продолжал посещать собрания. Я знаю, что в будущем меня ждут искушения сатаны, и я могу испытать множество неудач. Но я знаю, что Слово всемогущего Бога – истина. Я переживаю Божью работу, читаю Его Слово и обретаю истину, и это для меня очень важно. Мои страдания того стоят. Слава Богу!